Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Радислав Гондопаско «Масутра для оратора. 10 глав о том, как получать и доставлять максимальное удовольствие, выступая публично». Публичное выступление — это не только когда сцена, софиты, микрофоны, и вы стоите и читаете стихи. Это питчи стартапов, это объявления о сокращении сотрудников, это подведение итогов года перед коллективом вашей небольшой компании. И даже запись обзора книги «Масутра для оратора» — это тоже весьма себе такое публичное выступление. В случае с Гондопасом обзор книги вторичен, потому что в сети можно найти много выступлений самого автора, в которых он разбирает книгу по кусочкам. Поэтому если вы любите аудиоформаты и у вас не очень много свободного времени, то мы, супротив автора, кроме субъективизма своего, вряд ли чего еще полезного добавим. А субъективизм он такой — почитать советы по выступлению от практикующего оратора, который входит в топ-30 мирового рейтинга спикеров, всегда будет полезно. Глядишь, может, и наши обзоры станут чуточку лучше после этой книги. Ну и если у вас какие-то изменения в жизни, там, повышения или светит первое выступление, то книга как набор базовых элементов или как такой себе своеобразный чек-лист будет вообще не лишним. Не лишним, кстати, будет подписаться на канал, нажать на колокольчик, поставить палец вверх, потом написать, как вам книга, если вы ее читали, или как вам обзор, если вы книгу до этого никогда не читали. Нам это все действительно очень важно и правда-правда. Вся книга в одном предложении. В публичном выступлении не бывает мелочей. Общая картинка оценки качества спикера — это совокупность его физиологии, уверенности в себе, владение материалом, немножечко юмора и немножечко везения. В целом, простой, понятный базовый чек-лист, не волшебная пилюля, после которой вы будете выступать лучше всех. Впервые эта книга была издана в 2012 году, сейчас продается уже 13-е ее издание. Вот эти вот 13 изданий, тезисы Радислава остаются актуальными и помогают многим-многим людям по всему миру чувствовать себя уверенно, впервые выступая перед большой аудиторией. Давайте попробуем в рамках 10 фактов, 3 задач и 600 секунд разобраться, в чем же заключаются основные тезисы этой книги. Начало выступления. Радислав говорит о том, что выступление нужно начинать медленно, выдерживая паузы. Именно такая манера изложения не вызывает аудитории подозрения, что вы куда-то торопитесь, нервничаете и стараетесь побыстрее выпалить весь текст. В качестве упражнений для снятия напряжения Радислав рекомендует немножечко походить перед выступлением, подышать, выпрямить спину, размять кисти и помнить, что у вас ограниченное количество времени, за которое вы должны донести как можно больше информации, но при этом не скатиться в формат 15 минут и 120 слайдов за эти самые 15 минут. Этого делать не нужно, хоть сложно от этого удержаться, выступая в первый раз. Помочь сократить количество информации призвано также понимание того, перед кем вы выступаете. Это есть определение вашей аудитории. Второй факт, помните, что при подготовке речи вам важно знать, кто будет вас слушать. Чем больше информации вы соберете о том, кто перед вами, тем легче вам будет определить свою манеру выступления. По информации, собираемой, важна, во-первых, численность аудитории, перед которой вы выступаете, ее возраст, демографический состав, это мужчины или женщины, род деятельности и уровень образования присутствующих. Но не в том смысле, насколько они образованы, а в том смысле, насколько они владеют той темой, о которой вы будете говорить. Владение темой – это одна из самых основоположных частей и вещей, которая вам помогает выстраивать свою презентацию. Потому что, если вы не поленитесь собрать все эти данные на этапе подготовки и иметь запасной, или хотя бы иметь запасной план, чтобы скорректировать презентацию, если окажется, что на выступлении перед вами сидят какие-то академики, которые всю свою жизнь посвятили работе над этой же проблемой, а вы думали, что вы идете выступать перед условным первым классом, который только-только собирается чего-то нового узнать о предмете вашего выступления. Ну и помните, что в конце концов выступление – это просто обед. Это третий факт. Метафорически, конечно же, Радислав представляет выступление перед публикой как какое-то поглощение пищи, и оно состоит из трех блюд. Первое блюдо – суп, борщ, жидкое. Это, собственно, начало выступления и должно занимать не более 20% всего времени. Второе блюдо – это кульминация, основная часть, и ей отводится 60%. Ну и третье, или как его ласково называет Радислав Компот – это заключение. Здесь важно обеспечить публике приятное послевкусие, раздавать комплименты, коммуницировать с аудиторией, подводить итоги. В общем, все то, что потом люди вынесут и за пределы того помещения, в котором происходило выступление, и будут помнить о вас и дальше. При этом старайтесь сохранять визуальный контакт. Хорошее выступление невозможно без визуального контакта с публикой, если вы его проводите оффлайн в какой-то аудитории. Обводите зал глазами, доброжелательно улыбайтесь, дополняйте речь невербальными сигналами, не бойтесь, если у вас руки жестикулируют и добавляют какой-то еще экспрессии выступлению. Особенно это важно в начале выступления. В начале выступления походите немножко по сцене для того, чтобы у аудитории было ощущение, что вы выступаете перед всем залом, а не перед каким-то его отдельным кусочком, когда вы останавливаетесь посередине или сбоку, чтобы не мешать демонстрации слайдов. Вот это хождение по сцене позволяет одинаково приблизиться ко всем слушателям и установить с ними контакт. Также Ранислав говорит о том, что обязательно устанавливайте контакт с людьми, которые сидят максимально удаленно от вас на задних рядах или по углам. Именно с них начнется какой-то ропот и потеря внимания, если вы вдруг будете не очень хорошо выступать. И поэтому вам важно знать, что вы видели этих людей, а людям важно знать, что они с вами находятся в контакте и, возможно, таким образом вовлечены в вашу презентацию. Помните о движениях и помните о том, что на каждом этапе выступления ваши движения должны немножечко отличаться. Во время основной части выступления это свободные руки и, в общем-то, не выполнение никаких особых дополнительных движений, а в момент кульминации вот это придание экспрессии с помощью невербальных жестов, оно оправдано. Ранислав рекомендует выбрасывать руки вперед по направлению к публике, делать объединяющие какие-то пасы руками во время подведения итогов, помнить о осанке, о уверенной ровной спине и при поднятом подбородке. Я вам рекомендую, если есть немножечко времени, посмотрите видео выступления Радислава, там он, в общем-то, это все на практике, вот эти все движения показывает, как надо. Ну и он в том числе достаточно неплохо показывает о том, как нужно самопрезентоваться оратору, это шестой факт. С одной стороны, внешний вид должен соответствовать публике, вы должны быть, ну, примерно на одной волне визуальной с теми, перед кем вы выступаете, если это официальное какое-то собрание, то пиджак и рубашка, брюки, если это какое-то неформальное, то джинсы, свитер. Но и в тот же момент помните о презентационных слайдах, как правило, запоминается хорошо первый и последний слайд, поэтому они должны содержать максимум информации о вас, какие-то контактные данные, ваши заслуги, в общем, все то, что люди запомнят по итогу выступления. Вовлекайте аудиторию на всех этапах вашего выступления, если вы принимаете участие в вебинарах, вы можете заметить, что вот этот тезис про вовлечение аудитории, он уже перенесен и в онлайн. Очень часто спикеры в начале выступления просят поставить плюсики, если слышно хорошо, минусы, если слышно плохо, потом задают какие-то вопросы, просят оценить ситуацию от 1 до 10 и так дальше, 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 тем самым поддерживая контакт со слушателями и вовлекая их в диалог. С одной стороны, это помогает вам получать обратную связь на протяжении всего выступления, и если нужно корректировать, а с другой стороны, реально вовлекает участников вашего выступления в само выступление. То есть в формате с подкастами, кроме как попросить вас оставить комментарий, никак вовлечь невозможно вас, и вы не участник этого самого выступления. А вот если бы у меня была возможность с вами поговорить и задать вам какие-то вопросы и получить обратную связь, то мы бы как бы это выступление делали все вместе. Кроме стандартных таких вещей, если вы выступаете в оффлайне в каком-то зале, вы можете просить людей о чуть больших услугах, чтобы они там помогли вам открыть окна, проветрить помещение, включить-выключить свет, помочь разыграть какую-то ситуацию и так дальше. Дальше, в общем, чем больше вовлекаете, тем лучше. Одно из базовых вовлечений, которые использует любой оратор, но, как правило, в самом конце уже выступления, это ответы на вопросы. И они должны быть обязательно. Если они не поступают, нужно стимулировать слушателей фразами по типу «меня часто спрашивают» или «однажды мне задали такой-то вопрос». За каждый реальный вопрос или комментарий нужно благодарить и отвечать на него абсолютно по фактажу, сдержанно, не вестись на провокации какие-то, если вам кажется, что этот вопрос провокационный. И не стыдно не знать ответа на какой-то вопрос здесь и сейчас. Не нужно выкручиваться и пытаться придумать его. Не бойтесь сказать о том, что, к сожалению, в данный момент вы не можете, там у вас нет перед глазами цифр или вы точно боитесь ошибиться и точно не можете сказать, но обязательно обменяйтесь данными с человеком, который задает этот вопрос. И после выступления все равно дайте ответ на вопрос. Помните о том, что техника для презентации также важна, как сама презентация. Обязательно проверяйте исправность техники перед началом, если вы планируете там какую-то трансляцию или запись вебинара, кликеры, проклятие неработающего кликера, микрофоны, проекторы и вся вот эта вот история. Не используйте микрофон в качестве указки, не жестикулируйте им. Вообще проблема со звуком это одна из самых частых проблем у начинающих ораторов, потому что тяжело очень подстроиться под микрофон, если вам приходится выступать с ним и вы слышите себя, вам это не нравится, вы сбиваетесь. Ну, в общем, если вы хотя бы один раз выступали, вы понимаете, о чем я говорю, а если нет, то у вас впереди волшебный опыт. Вот старайтесь держать микрофон не ладонью, а пальцами. В общем, подготовьте всю технику для презентации и по возможности сделайте еще какой-то один генеральный прогон. И, конечно же, организовывайте взаимодействие с публикой. Если вы выбираете зал, то старайтесь выбирать небольшой, уютный, обращайтесь к публике в дружественном формате, используйте обращения такие, как мои дорогие друзья, пусть ваша речь будет неторопливой. Все важные моменты нужно выделять паузами или интонацией какой-то. Так у вас получится чуть лучше привлечь внимание слушателей к тому, что вы говорите в данный конкретный момент. Если хотите, чтобы вашу информацию лучше усвоили, у вас большое количество слайдов или она тянется уже 30 минут, то не стесняйтесь делать промежуточные итоги, спрашивать, все ли понятно, нет ли никаких вопросов. И вот во время этих промежуточных итогов, в общем-то, тоже можете как бы подводить итог тому, что вы уже сейчас сказали и делать анонс на следующую часть своей презентации. В общем, вот 10 фактов. Повторюсь еще раз, если вы задумываетесь над тем, чтобы как-то впервые начать свои выступления на широкую аудиторию или получили какое-то повышение по службе и теперь вам нужно будет работать с большим количеством людей, то книга как набор базовых принципов или как начальный чек-лист, если хотите, будет вам весьма полезна. Если у вас за спиной уже больше десятка выступлений и вы точно знаете, что такое проклятие неработающего кликера, то, скорее всего, ничего нового в этой книге вы для себя не почерпнете. Три задачи из книги. Из каждой книги, помимо 10 фактов, я всегда выписываю три задачи, всегда выписываю их в букнот. Это блокнот для осознанного чтения, больше о нем можно узнать на сайте буква.инфо. Если у вас нет букнота, то выписывайте куда угодно, в телефон, в тетрадь, на обои, на стенку. Но делайте это, потому что мозг получает сигнал о том, что вы обрабатываете информацию, о том, что вы вычленили главный из книги, и на основании этого главного сформировали какие-то себе практические задачи, действия, которые нужно взять и сделать. Мои три основные задачи. Подготовка тезиса выступления и возможный анализ аудитории всегда. Какой бы простой ни казалась тема или сама презентация, насколько бы и лояльной ни была аудитория, всегда готовьте тезисы и всегда имейте запасной план B. Если что-то пойдет не так с количественным, качественным составом аудитории. Вторая задача. Генеральный прогон всей презентации плюс бритва Акама до самого выступления. Старайтесь отсекать все лишнее, что у вас есть в презентации. Уменьшайте. Помните, что в отведенное вам время лучше проработать меньшее количество слайдов, но лучше, чем больше, но хуже. Условные 30 минут выступления это максимум 15 слайдов, лучше 10. И не старайтесь уместить все, что вы знаете по теме. Ну и вот третья задача основная. Помнить о проклятии неработающего кликера. Всегда иметь запасной вариант самой презентации и две батарейки для кликера или микрофона. Я помню, что в моменты, когда у меня был период, когда я выступал, у меня всегда презентация была на флешке, я пересылал ее на почту организаторам, и она была сохранена на Google Drive. Вот эти три основных канала, потому что один из них обязательно давал в момент выступления какой-то сбой. Или почта не открывалась, или флешка не читалась, или еще какая-то история. Таким был Радислав Гандапас с Камасутрой для оратора и 13-м ее изданием, который все еще пользуется популярностью у людей, планирующих свои первые публичные выступления. Таким был проект читайбыстро буква.инфо. Если захотите проверить скорость чтения, это буква.инфо.рапид. Там можно будет прочитать текст, ответить на основные вопросы после этого текста. И в конце получить сертификат, показывающий вашу скорость и осознанность чтения. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, обязательно напишите комментарий, как вам обзор. Если вам интересен букнот, если вам интересно скорочтение, рабочие тетради для беглого чтения, смарт-конспекта и вообще все, что касается софт-скиллов, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, вот эти вот все вещи, то обязательно приходите к нам на блог, буква.инфо.блог, добавляйте его себе в закладки, у нас периодически появляется там много полезной и интересной информации. Буква.инфо, инстаграм, в котором иногда розыгрыши, иногда фоточки с фильтрами. Тоже подписывайтесь, если вдруг вы любитель инстаграма. Через неделю новая книга, новые впечатления и вот это вот все. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.